Мы продолжаем разговор о музыкальных инструментах, что с ними можно сделать, что можно сделать, чтобы выразить свои мысли, если здесь есть композитор. Что методы игры в инструментах, как вы уже, я понимаю, увидели, они бывают разные, они бывают не только ординарные, к которым мы привыкли, но и совершенно другие. И вот, в частности, в рояле мы сегодня поговорим, что можно сделать с инструментом не только на клавишах. И на клавишах в том числе, но и не только на клавишах. Ну, вообще, такая мысль, я когда читаю мастер-классы, я на лекции всегда говорю о том, что наивно думать, что только сейчас, в 20 веке, композиторы, допустим, полезли в инструмент. Да, вот они захотели поиграть внутри, что это какие-то суперновые приемы, никогда не виданные никем. И тогда, на самом деле, это совершенно неправда. И я очень люблю приводить пример Фридриха Вильгельма Русто. Я даже в Париже купила его ноты, мне удалось, старое издание, которое издал в Энс-Андрие. И в нем есть такая соната для клавесина, в котором он дает прямые указания. Вообще, надо сказать, что Руст, старший Руст, он был великолепный скрипач, лютнистый, вообще мультиинструменталист, играл на очень многих инструментах. И когда он писал для клавира, ему понадобился эффект лютни. И лютни, скрипки, еще что-то. Вот сейчас не помню, он как раз пишет, что соната для клавира, для клавесина с имитациями элементов других инструментов. И он как раз пишет пицциката, внутри просто реальная пицциката. Это 18 век, надо, так сказать, понимать об этом. Он пишет глиссанда по струнам, он пишет постукивание по деке. То есть все те приемы, которые, казалось бы, только в наше время композиторы стали употреблять. Ну и всегда привожу пример Роберта Шумана. Это мне тоже очень нравится. Его в карнавале, когда задерживается доминанта, беззвучно берется после погонения, к следующей пьесе, потом снимается, остается только нажатный клавиш и выплывает эта доминанта из предыдущей шумной пьесы. Поэтому сказать, что вот все препарации, которые мы сейчас делаем, они появились только сейчас, конечно, нельзя. Но это такое вступительное небольшое слово. Я принесла сегодня, вот вы видите, здесь довольно, ну, такой скромный набор. Я принесла далеко не все, что можно сделать с инструментом. То есть что мне интересного попадалось за то время, которое я, так сказать, уже довольно давно играю в современную музыку и сыграл огромное количество сочинений. Ну вот, так сказать, некоторые из них, некоторые причиндалы. Ну, надо сказать, что рояль-инструмент огромный. Его недаром как бы называют королем инструментов. На нем можно изобразить как? Ну, практически все инструменты, в том числе и духовые. Да, если мы, например, возьмем вот, ну, со струнами, если понятно, вот если мы возьмем вот этот кусочек резиновой шины. Я, когда делала мастер-класс онлайн, у нас был курс, я как раз сыграла пьесу Жерома Гамбей, который это использует. Вот он, для него нужно было имитация духового инструмента. Вот, да, казалось бы, кусочек просто резиновой шины, но звучит как какой-то духовой инструмент. Ну, начнем, значит, скажем так, по порядку. Ну, самое распространенное, что уже, как бы, классика стала жанра, это то, что рояль имитирует, скажем так, струнные инструменты, да? Это, что мы можем взять? Это флажолеты. Первое, что, так сказать, есть, значит, в самой распространенной, лучше всего флажолеты, конечно, звучат внизу. Это я тоже неоднократно сюда говорю, потому что чем длиннее струна, мы сынаем тут Архимеда, да, который делил математически струну на определенные части, тем больше мы из него флажолетов можем достать. Понятно, что когда струночки совсем короткие, то здесь уже практически ничего нельзя сделать, хотя композиторы пишут, мне попадается это, но если композитор присутствует, я всегда говорю, что это нереально. Значит, сейчас мы возьмем. Здесь еще у нас, конечно, проблема, что рояль малый, пинетный, поэтому по-другому немножко расположены струны. Вот, возьмем этот дом просто. Трецовый. Он, как правило, расположен за демпфером. Вот, октавный. Ну, то есть, пинтовый, ну, до октавного здесь, на этом инструменте, поскольку струна короче, чем на большом, я просто не дотянусь. Он там. Прошу поверить мне на слово. Вот, это уже касается флажолета. В принципе, на басовых струнах мне попадались и 13 флажолета. Понимаете, не только там 3, 5, 7, но и 13, но уже это найти иногда не представляется возможным. Часто на тройной струне просят тоже это вот где-то в районе малой октавы взять аккорд. То есть, так надо исхитриться, 3 струны здесь, да, на одну ноту. Вот, исхитриться так поставить пальцы, чтобы прозвучало такой смешанный флажолет. Но здесь, на таком маленьком инструменте, я даже не буду показывать, понятно, что он не прозвучит. На большом инструменте, так сказать, можно извлечь, но это очень, так сказать, он очень тихий. Поэтому это должно быть какое-то сольное самовыражение или в маленьком сопровождении. Потому что иначе это можно просто поставить руку куда угодно, и, так сказать, все равно этого не будет звучать. Но, значит, это уже касается флажолета. Дальше. Конечно, пицциката. Что мы взяли у струнных инструментов. Это пицциката, это вот, о чем я говорила сейчас у Русто. Русто просто предлагал брать пицциката на клавесине целыми аккордами. У него там было. Но не очень представляю, как, потому что инструмент к клавесине очень хрупкий. Если там брать пицциката, его можно очень легко вывести из строя. Ну, как-то вот он... Причем очень смешно, сам издатель, Александр Делье, он пишет, что... Это, конечно, предисловие к этой сонате. Он приводит на французском языке все, что хочет Русто. Но при этом пишет... Ну, вы понимаете, что это невозможно все. Что все это нереально, это невозможно. И вообще, зачем все это было написано? Ну, вот автор просил, типа, я вот вам привожу пример, пожалуйста. Значит, что он хочет? Но, сыграть это невозможно. Просто вот идет авторская, редакторская реманка. Вот, значит, пицциката. Пицциката может быть таким тембральным, да? Оно может быть поближе, допустим, вот здесь, поближе к колбковой доске, она более крупой будет. Может быть тембральная пицциката. Это уже вот здесь где-то, да, вот посередине. Это, значит, чем можно играть пицциката? Можно пальцем, это более мягкая пицциката. Можно ногтем, это где-то ближнее, может быть, к бардаковскому, скажем так, пицциката на струнных инструментах. Оно более резкое. Да, ну, можно быть, вот здесь у меня коллекция плекторов. Вот самые разные. Плекторы бывают, наверное, гитарные, собственно, плекторы. Они, как вы знаете, они бывают разной мягкости, они бывают совсем мягкие, бывают пожёстче. Но вот и в своё время мне народники подарили ещё такой для балалайки. Большой плектор. У него, он из мягкой пластмассы, у него тоже свой какой-то вот непохожий на другие плекторы звук. Вот. Значит, это вот что касается, да, этого пицциката. Затем, что можно? Можно зажать пальцем струну. Вот сейчас мы будем играть послезавтра произведение бумажа Онегер Каспарова Юрия Сергеевича. У него там паровоз. Это посвящается пьесе Онегера «Паровоз». Вот, собственно, что Юрий Сергеевич делает. Вначале заряжается паровоз. Пускай пар шибят одновременно. Затем я беру вот такую пластиковую баточку. В крайнем случае, ну, в этом случае это вот везёт всем такси. На самом деле тоже, как и с плекторами, надо иметь в виду, они бывают мягкие. Вот это везёт такси мягкое. Я её как раз люблю, потому что у неё не получается такого резкого, неприятного звука, как вот у каких-то дисконтных карт. там банковских. То есть они, как и плектор, бывают разные. Ну, по сути дела, такой же плектор, просто большой. Поэтому вот сначала выдыхает паровоз. Затем начинается резонанс. Какие-то механизмы. И после этого зажатыми струнами начинают работать шестерёнки. Звучит паровозный пудок. И, собственно, дальше поезд отправляется в путь. Это вот что касается зажатия. Девчон, здесь может быть очень разное. Потому что я могу зажать вот так здесь, да? Вот здесь слышим. Мы понимаем, что это звуковысотность. Вот я постепенно нажимаю сюда. Уже звуковысотность определить нельзя. Вот я ослабляю. Вот это вот что касается, так сказать, зажатия. Дальше. Скольжение по струне. Собственно, по басовой. Оно может быть вдоль струны. Вот то, что я, собственно, делаю парточкой. Оно может быть классическим. То есть вот этим вдоль струны. Дальше мне попадалось чем? Это может быть опять-таки подушечком. Мягко, да? Есть ногти. С более таким пристуком, скажем так. Можно плектором. Опять-таки любым. Так же, как и бицикатом. Более такой трещащий. Здесь мне, о том, что мне еще попадалось. Например, часто попадаются палочки. Палочки могут быть вот совсем тоненькие. Может быть стеклянная палочка. Либо обыкновенной палочкой ударных. Можно этим местом, можно этим. Значит, как звучит стеклянная палочка? Она звучит наиболее нежно. И она наиболее показывает каждую струну отдельно. Такие маленькие деревянные, они звучат более приглушенные. Вот. Литовровая палочка, которая звучит частенько, это может быть, да? То есть совсем федром. Например, вот такая палочка витая, витая с нитками, она, если мы откроем русские сказки сидельников, то там есть целая вариация для рояля как раз вот именно с палкой. Значит, что делать? Крепко прижимается и... Называется топик на болотах. Да. Сидельников русские сказки. Дальше вот тоже по струне, там существует вот, ну, такой самодельный супербол. Обычно его все делают какую-то или спицу, или... Ну, вот в дальнем, в данном случае, так сказать, он вот на какой-то проволоке. Что было под рукой, так сказать, у моего супруга Михаила Дугова, то он и соорудил. Вот суперболк. Вот. Дальше, что можно будет еще? Вот у меня есть, это моя собственность, это электросвучок. Многие спрашивают, что это такое, как это работает. Вот. Он был мне подарен в Швейцарии композитором. Он меня спросил, что вы хотите за ваше исполнение. Я сказала, подарите электросвучок из воровая. Вот. Значит, как он работает? Нажимается педаль. Вот он ставится. И прижимается. Значит, здесь проблема в том, что снять. Потому что, когда он снимается, появляется такой, практически, снять его без вот этого тряпежания предельно сложно. Поэтому частенько просто снимается педаль, но тоже она квакает. В общем, это... Тяжеловато. У него два есть направления. Если переключить на другое, то он будет звучать на октаву выше. Вот это тоже часто используется. Затем вот здесь у меня есть всякие тоже самодельные. Вот здесь фетровые для басовых струн. Это вот для препарации уже. Для втыкания. Сейчас я вам покажу. Более толстые. Вот, как правило, очень много. Причем именно таким фетром это большая редкость, чтобы не уродовать струны. Более мягкие. Вот у меня тоже самодельный. Это мягкий ластик, который втыкается, опять-таки, в струны. Более тонкие втыкаются в струны. Между тройными струнами, и более толстые, и между соседними нотами. Вот дальше. Вот здесь у меня есть такая вот интересная штука. Я ее называю жвачка. Вот, очень много. Вот конкретно это мне было подарено цинстагом, когда он приезжал сюда. Значит, это что это такое? Это, в принципе, пластилин, который не липнет к рукам. Вот только самый такой, который не липнет. И у него одна есть недостаток, он одноразовый. То есть вот я его использовала. Дальше, если я его попытаюсь использовать второй раз, он испачкает струны. Особенно, что касается басовых струн, потом выковыривать из обмотки. Но иногда надо заглушить много. Тогда мы берем нефетр, мы делаем вот такую колбасу. Вот мы, в принципе, играли унсукчин сочинение. И там вот как раз надо было обклеить практически весь рояль. И мы, чтобы избежать конфликтов с администрацией, просто взяли вот много-много вот таких штук. Вот они накладываются на инструмент, прижимаются. И в зависимости от прижатия, вот то, что я показывала, да, сильнее или он слабее ставится, получается либо и тонированный звук, либо такой инструмент. Вот. Потому что, ну, обо всем надо еще так сказать, чтобы я не забыла будущим композиторам, вы учитывайте все вот такие препарации, которые надо вот встать и сыграть, нужно время. Очень часто попадаются пьесы у молодых авторов, когда все время мне сказал Митик Урлянский. Он говорит, я люблю, когда пианист мечется. Но у него была алеаторика, то есть нотная запись там была по любым струнам. И я действительно, надо было сесть встать, сесть встать на клавишах, там поиграл, там поиграл. Но это было как выпуск, который это учитывал. Это было нужно для передачи какого-то художественного, скажем так, образа. А вообще нужно время. Мне нужно время встать. Рояль концерты выше, чем кабинетный. Я должна это найти. И я еще должна одним глазом, вот как в камеру, смотреть на дирижера. Вторым глазом сюда, третьим глазом. Если вот здесь что-то надо еще найти, эти ноты, поэтому нужно на это все нужно время. Когда-то мне даже попадался, возвращаясь к скольжению, даже вот мы играли смычком с кирпичным. Ну вот здесь рама проходит плотно, а в больших концертах рояля здесь дырка. Соответственно, вот просовывался смычок, который водил по струне. Вот. Дальше что? Ну и, конечно, удары. Удары по постопному плотонью. Но здесь можно посмотреть, вот кроме русских сказок, о которых я сказала, можно посмотреть, например, Сиренаду Шнитке, которую мы недавно играли, из таких вот известных. Диалоги, Шнитке. Очень много, конечно, пишет крам. Крам пишет много, и крам пишет изумительно для рояля. Обдумывая все. То есть играть его просто одно удовольствие. Это безумно красиво звучит. И сейчас я... Ну, у нас так дистанцию мы соблюдаем. Вообще, я всегда опускаю ноты. Вот у меня маленькая свита на Рождество. Песнопение Святой Ночи. Да, и перед тем, как играть, хочу показать, значит, наклейки. Да, на демпфера или на струны. Вот я пришла к выводу, что вот это вот самые лучшие. Обычно мы клеили ценики. Обыкновенные ценики, они очень плохо отрываются от демпферов. Они оставляют там следы. И я перешла вот на такие наклейки, на странные. Для демпферов маленькие. И если мне надо пометить струну, я беру вот такой кружок. Если вот в конкретном месте надо взять флажолет, который найти трудно. какой-то не торцовый, квинтовый, то, что я уже ориентируюсь. Тогда вот на струну я клею такую штучку. Итак, Джордж Крам. Маленький, то есть это на Рождество и маленький кусочек начала песнопения Святой Ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот, собственно, как эти приемы, вот как им пользуется Джордж Крам. Пользуется прекрасно. Насколько я не играла, сочинений его очень много. В том числе и премьерных. Вот в прошлом году для двух роялей. Изумительно совершенно. Вот. Значит, дальше. Дальше мы немножко поговорим о том, что можно сделать на клавишах. Это, конечно же, кластеры. Безусловно. Ну, кластеры уже, мне кажется, никто не удивляется к их потреблению. Да, если мы вспомним Прокофьева. Вот эту сонату, да, там, где кулаком он играется. У нас трибуния просто пишет сразу, играв кулаком. Вот. Но кластеры бывают разные. Можно играть ладонью к кластерам. Да? Можно играть кулаком кластерам. А у того же Юрия Сергеевича Каспарова вот послезавтра на концерте в конце паровоз останавливается. Останавливается двумя локтями, четыре форта. Со всей силой. Ну, надо сказать, что изобретались в прошлом веке даже специальные у Айвза кластерные доски. То есть вот брался инструмент, они выпиливались специально, и исполнитель играл те кластеры по всей клавиатуре, которые, так сказать, нужны. Но это не получило дальнейшего распространения, скажем так. Вот. Теперь мы перешли к такой, говорят, препарированной фортепиано. Я не люблю слово препарированное, оно навевает грустные мысли. Я предпочитаю слово приготовленное фортепиано. Да? Значит, еще... А, ну, надо упомянуть еще, что может быть. Может быть, треск клавиш, если уж мы говорим о клавиатуре. То есть, ну, Гуэра, Лохенмана, наверное, знают все. Наверное, нет никого, кто не знал везде. То есть, треск черных, треск белых, допустим, ногтю, треск вот здесь, треск в другую сторону, треск черных в месте, где они переходят в белые. Ну, кроме Гуэра, например, очень часто мы играем трио Ланя-Ольбор Четернопольского, их ушедшего дня. Там в начале просто... Чуть-чуть везде, где-то, звук, но, в принципе, она идет по треску клавиш. Значит, теперь подготовленное фортепиано. Вот здесь я принесла несколько, вернее, скажем так, штучек не очень травматичных. Значит, если мы вспомним классиков жанра, да, американских композиторов, то здесь я даже вот хотела показать, существует вот целая таблица, таблица представления фортепиано в свете Кейджа «Опасная ночь». Чего, куда, какой шуруп, сколько дюймов, какие гайки должны конкретно ввинчиваться в струны инструмента. Я принесла только два таких менее травматичных шурупа. Я не очень это люблю, честно скажу, потому что, как бы не говорили, что это аккуратно ввинчивается, это все равно расстояние между струнами приходится увеличивать. И, с моей точки зрения, это не очень хорошо для инструмента. Вот я ввинчу, допустим, один, и второй. Итак, по всему инструменту. Вообще, надо сказать, что Кейдж, ну-ка, наверное, как вы знаете, он работал в балетной студии, ему нужен был для номера какого-то балетного, ему нужен был ансамбль ударных, которого, соответственно, не было. И вот тогда он и, собственно, очевидно, решил препарировать инструмент, чтобы создать вот эффект барабанщиков, таких небольших. Ну, по сути дела, я считаю, что, наверное, это было прообраз синтезатора. Потому что вот как ты приготовишь пьесу, так она и зазвучит. Ты можешь приготовить ее такими шурупами, а можешь приготовить ее фетром, а можешь приготовить ее резиновыми вставочками. Каждый раз получается новая пьеса. Вот сейчас я хочу продемонстрировать вам пьесу, которая называется «Кейджа комната». Сначала она звучит ординария на клавише, и затем она звучит так, как ее приготовил американский пьес. Доби не молится. «Кейджа комната» «Кейджа комната» «Кейджа комната» И теперь вот. «Кейджа комната» «Кейджа комнаты» Продолжение следует... 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 Как он пишет? Он пишет строчку электроники, и вот это самая простая запись, когда я вижу, что должно быть в электронике, я ориентируюсь. Сложнее, конечно, когда ты электроники не знаешь, тогда вот я часто играю, сейчас буду играть пьесу Николая Попова, московского композитора, я отойду полтора метра. Вот, где я одеваю наушники, у меня клик, но для меня я должна синхронно совпадать абсолютно с записью, это довольно трудная пьеса виртуозная, проблема в чем? Проблема в том, что любой исполнитель все-таки нуждается в свободе, а у меня в ушах клик 120, то есть я не могу уйти никуда, и здесь я чувствую себя сродни с компьютером, что я нечто такое компьютерное, нечеловеческое, не живое, потому что я должна играть синхронно вот с этой записью, которую сделал вот Николай. Это как бы сложнее, но вот здесь я очень люблю пьесу, я часто мне получается ее играть, это Эдисон Денисов, но это, я думаю, если композиторы все знают, пение птиц. Вот это, собственно, партия. Почему он написал клавесин, не знаю, потому что, опять-таки, говорю, играть внутри клавесина очень опасно, очень крупный инструмент. С роялем проще, когда я, эту пьесу играет каждый по-разному, вот, например, Ваня Скалов, он выходит, значит, что он сделает, электроника, собственно, Денисова, это была такая пластинка в советские времена, голоса птиц СССР. И вот эти вот птицы, он их наложил в определенной последовательности, вот здесь вот начинается стрелочка, собственно, вот он их вот так запросил графически. Все постепенно, он играется, играется, заканчивается здесь. Вот Ваня Скалов выходит, например, когда птицы только поют, его еще нет на сцене, он уходит слишком, он уходит слишком, он смотрит вокруг, что происходит. Он садится к роялю спокойно, да, он, опять-таки, прислушивается, он берет одну ноту, слушает, как ее, потом он берет по аккорде, потом он немножко берет... Допустим, вот, и она идет, и все это идет на фоне голосов. Я, когда играю, я приношу, сейчас просто не стала уже носить, у меня много ударных инструментов, привезенных со всего мира в виде птиц. И вот где-то у меня есть сова, которая ухающая, где-то у меня колотушка в виде птицы, которая колотится. Поэтому и здесь, как бы, исполнитель вот абсолютной импровизации, вот карт-бланш. Но ты должен сделать так, чтобы твоя импровизация не выливалась из этой вот электронной, придуманной Денисовой. То есть там есть тихонечко, вот если мы поссорим на графику, да, вот вначале тут мало. Тут мало, тут одинокие какие-то певческие голоса. А потом ближе к середине, вот особенно где здесь черное, это уже какое-то уханье. И даже мне всегда казалось, что это уже не птицы, а какие-то другие лесные звери уже. Как бы, значит, соответственно, ты переходишь где-то ближе к басам, где-то нажимаешь бас. То есть как бы идешь вот одной линией. Это вот что касается графики. К такому треску еще есть такая пьеса композитора Ольги Раевой. Называется «Инсталляции». Вот вторая пьеса – это игра педалями. Тоже она выписана, соответственно, графически, так же, как и Горьева и Лохенмана. Вот, значит, что еще можно сказать? Конечно, рояль инструмент большой. Конечно, есть огромный соблазн по нему стучать, по всему корпусу. Значит, стуки могут быть самые разные. Они могут быть и ладонью, руками, они могут быть, как вот, например, у ЦИН с такой киянкой резиновой. Ну, если есть автомобилисты, знают, что такая мягкая океанка для управления корпусом автомобиля, чтобы не беспокоить. Ну, в основном, конечно, это здесь. Затем есть удары. Сейчас у меня нет жесткой полки, но добавлюсь. По корпусу парами. Тоже, да? Вот, это пьеса бразильского композитора. Прямо мне сейчас вылетело, извините, из головы. Как это звали? Надо мне подалось очень давно. Это, собственно, стук по раме. Значит, дальше что? Ну, наверное, надо сказать, еще в рояле есть самый любимый, наверное, вид. Это концептуальная музыка. Кейш 4.33. Когда-нибудь кто-нибудь видел, как исполняется эта пьеса? Да, видели, да? Вот я могу сказать, что в Перми даже был конкурс на исполнение, реально конкурс пианистов на исполнение пьесы Кейш 4.33. Как бы, то есть композитор здесь дошел, чтобы сказать, с этологического конца. То есть все, что нас окружает, любой звук, это, собственно, есть музыка. Вот любой, да? Вот кто-то там вот покачивает ногой. Евгений Александрович шершит бумажкой. Кто-то там чешется. Кто-то еще, кто-то. И вот все это и составляет такую музыкальную ткань. И с этим очень много работает московский композитор Владимир Гарлинский. Вот именно с такими звуками, с концептуальной музыкой, со всякой, так сказать, ищет свой путь. Что еще можно применить? Вот, например, у меня здесь есть, вот это почему-то последнее время встречается довольно часто. Леска. Леска или вот конуский волос от смычка. Вот в данном случае, значит, лучше это делать на басовых струнах. То есть вот она пропускается туда, все попробуют. И она пролезет. Вот, и получается вот. Вот такой получается своеобразный звук. Леской. Вот. Дальше здесь где-то было, что я делаю. А, вот она. Цепочка. Это вот цепочка у меня много-много лет. Это из сочинения Владимира Горького Тарнопольского «Кассандра». Где в конце большая каденция у фортепьяно. Собственно, на которой все звуки затихают. Но я не буду ее засовывать. Вот она кладется на струну. Получается такой стеклярусный звук. Вот если это поближе к демферам. Дмитрий Тарнопольский. Дмитрий Тарнопольский. Это моя профессия. Вот, собственно, все цепочки. Еще довольно часто встречается слайдер. Ну, все знают, что такое слайдер, да? Гитарная штука. Вот здесь он стеклянный. Он только вот тут вот, если умели, чего, к сожалению, разбил. Ну, мы попробуем. Сейчас. То есть вот оригинальный звук, который уносит сон. При слайдере он звучит... Вот одна такая струна, которая звучит, зависит от интенсивности нажатия правой рукой и от громкости или мягкого нажатия другой рукой. Вот. Собственно, ну, собственно, все. Как мы можем испортить рояль? Спасибо.